В Кировской области будут выпускать нанолекарства, которые помогут бороться с раковыми заболеваниями и с ПИДом. Школа реформ в 2013-м. Умные компьютеры и программы приходят на помощь родителям и учителям. Лекарственное страхование. Слабожане начинают и показывают пример всей стране. Наша медицина в 2013-м. 12 месяцев из жизни Кировской области. Факты, персоны, цифры. Здравствуйте. Это программа Вести. События года. В канун Старого Нового Года по традиции мы подведем итоги года прошедшего. В жизни кировчан в 2013-м было много важных и интересных событий. Много открытий новых имен и лиц. И начнем с событий глобальных, значения которых нам еще предстоит увидеть и оценить. В октябре в нашем регионе завершилось строительство биомедицинского комплекса «Нанолек». Он расположен в поселке Левинцы Уричевского района. Здесь будут выпускать нанолекарства, могущие бороться с онкологическими заболеваниями и противостоять СПИДу. Репортаж Вергина Матевосян. За год с небольшим в чистом поле у поселка Левинцы выросло 9 корпусов. Проект с первых дней окрестили амбициозным и уникальным. Биомедицинский комплекс «Нанолек» или завод по производству современных лекарственных препаратов и вакцин отечественного производства. Первый в России. Предприятие должно обеспечить полный цикл производства инновационных препаратов для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных заболеваний, в том числе и ВИЧ. В планах выпуск лекарств на основе нанотехнологий и наноматериалов. Все будет организовано по международным стандартам. В общей сложности предполагается выпускать около 40 препаратов. Задача номер один – заменить импортные отечественными. Программа импортозамещения, она и нацелена на то, чтобы лекарства стали доступнее и лекарства стали дешевле. А где они могут дешевле, если они производятся в России? В этом и вся программа правительства заинтересована в том, чтобы провести трансфер технологий, выпускать здесь инновационно-высокотехнологические препараты, но, естественно, за цену, которая будет ниже. Цена вакцин – главный аргумент. Ежегодно миллионы долларов страна тратит на покупку иностранных препаратов, аналогов которым в России нет. Из 11 вакцин, включенных в календарь прививок, лишь одна выпускается у нас в стране от гриппа. Между тем, вложение одного рубля в производство вакцины дает десятикратный эффект в профилактике заболеваний. И с точки зрения государственной безопасности, крайне важно, чтобы в случае эпидемии в стране были свои препараты. 4 миллиарда стоит одна только вакцина от гриппа. 4 миллиарда. Чтобы ввести следующую, 12-ю вакцинацию, надо 4 миллиарда. Сами понимаете, что когда верстается бюджет страны, то все эти цифры очень обсуждаются существенно. Вот и все. Будет своя собственная вакцина, она будет не только безопасная, я уверен, современная, но она будет дешевле, намного дешевле, потому что здесь планируются самые современные технологии. Общий бюджет проекта – 4 миллиарда 95 миллионов рублей. В реализации участвуют несколько структур. Сама компания «Нанолек» – инвесторы, правительство Кировской области. Проект в 2012 году получил патронажный сертификат губернатора. Строительство такого крупного и абсолютно нового производства связано и с созданием в области биофармацевтического кластера. Начало формирования кластера положено. Идея основывается на нескольких базовых инвестиционных проектах. Одним и, наверное, первым из которых является проект по созданию нового современного биотехнологического производства, биомедицинский кластер производства фармацевтических препаратов на основе наноносителей с использованием пористого кремния и других наноматериалов на базе медицинского комплекса «Нанолек». Многие здесь присутствующих знают, что исторически Вятка была центром биотехнологии. В Кировской области уже есть необходимая научно-исследовательская база, инфраструктурные возможности, кадровый потенциал для создания такого центра кластерного развития. Строительство объекта повлияет и на развитие территории. Появятся новые рабочие места. Уже известно, что 90% специалистов будут из региона. К 2017 году общий объем выпускаемой продукции составит более полутора миллиардов таблеток, свыше 35 миллионов флаконов и 42 миллионов шприцов в год. Запуск производства запланирован через год. Вергина Матевасян, Максим Козлов, Вести, Кировская область. Еще одним важным событием года стал старт масштабного проекта региональных авиаперевозок в ПФО. В апреле в Кирове встречали первый рейс из Нижнего Новгорода. И в тот же день, но несколько часов спустя, в Победилово приземлился самолет Перм-Киров с ВИП-пассажиром на борту. Новые авиаперевозки решил лично опробовать и губернатор области Никиты Белых. Развитие подобного проекта внутри России, по словам губернатора, было вопросом политического характера. Активное межрегиональное авиасообщение повышает мобильность жителей ПФО. То, что такой проект начал реализовываться, это здорово. Приятно, что он начал реализовываться именно в Кировском федеральном округе. В целом этот проект рассматривается как пилотный, но уже начиная с 2014 года и далее, этот проект должен быть тиражирован на другие федеральные округа. Поэтому для нас принципиально, чтобы этот проект здесь устоялся, показал свою жизнеспособность и мог дальше тиражироваться и масштабироваться. На сегодня кировчане могли уже сами убедиться в успешном развитии проекта региональных авиаперевозок. В ноябре автор этой идеи, полпредпрезидента ПФО Михаил Бабич, сообщил, что программа продлена еще на три года. И к ней подключаются практически все регионы страны. А в аэропорту Победилова в конце ноября прошел торжественную регистрацию 10-тысячный пассажир региональных авиарейсов. Репортаж Кирилла Сосолятина. Жительница Перми Юлия Нечаева стала 10-тысячной пассажиркой, которая воспользовалась перелетами в рамках программы региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе. Напомним, из Кирова на сегодняшний день прямым рейсом можно отправиться в Пермь, Нижний Новгород, Ижевск и Уфу. Юлия по работе совершает около 20 перелетов в месяц. А сегодня из Кирова как раз возвращалась домой в Пермь. Понимала, может быть, в большом городе, возможно, это было, но вот в Кирове. Потому что в Кирове я буквально только второй раз, и второй раз лечу. И для меня это, конечно, неожиданность. Очень здорово, что есть вот такие региональные перелеты с самолетом, потому что сокращает расстояние между городами. И очень было бы здорово, если бы был прямой перелет, оставался из Перми в Уфу и был бы еще из Перми в Оренбург. Это было бы очень здорово. С момента реализации программы в Кировском Победилово пассажиропоток увеличился в разы. На сегодняшний день в аэропорту уже обслужили 45 тысяч пассажиров. Руководство Победилово сейчас планирует увеличить количество рейсов и направлений, доступных кировчанам. Мы планируем в 2014 году открыть маршрут на Санкт-Петербург, расширим частоту полетов и количество маршрутов на юг, предполагаем открыть минеральные воды, предполагаем увеличить частоту на Сочи, еще может в ряд направлений. Ведем переговоры с авиакомпанией по открытию маршрутов на восток, ну скажем, Свердловск и Екатеринбург. Таким образом, полагаем, что в будущем году объем пассажиров-перевозок мы доведем, ну расчетно по нашей программе, до 60 тысяч пассажиров. Также к середине следующего года, возможно, появится некоторая ясность в вопросе о перспективах международных перевозок из Кирова. Кирилл Сосолядин, Максим Козлов, Вести, Кировская область. В 2013-м много перемен произошло, и в областном здравоохранении. Чтобы упомянуть все, потребуется отдельная итоговая программа. Мы же выделим ключевой проект, пилотный для всей страны в целом. В марте в Слободском районе началась реализация программы лекарственного страхования пациентов. Вергина Мативосян расскажет подробнее. На больничной койке в отделении неотложной кардиологии Александр Кладов оказался с острой сердечной болью. Его история – классика в медицинской практике. В левом боку кололо давно, внимания не обращал, препараты не принимал. После того, что пережил, теперь строго следует рекомендациям врача и более трепетно относится к своему здоровью. Сейчас вот здесь подлечат, посоветуют, что есть при случае, какие препараты принимать, то, естественно, я куплю и буду принимать дома. Ежедневно в сосудистый центр поступают десятки пациентов. Как не борись со статистикой, но она упряма. В нашей области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний еще достаточно высока. В России в год умирает почти полтора миллиона человек. Инсульты и инфаркты катастрофически молодеют. Сердечные проблемы в нашей области решают при помощи комплексного подхода в сосудистых центрах, где в круглосуточном режиме организована работа клиника диагностической лаборатории, отделение функциональной диагностики и рентгенологии. Пациентам возвращают не только жизнь, но и в прямом смысле ставят на ноги. Если, мало ли, ваше самочувствие будет ухудшаться, вы мне будете сообщать об этом своевременно. Либо на дом вызывать, либо на прием приходить. Также у вас есть мой номер сотового телефона, по которому вы можете сообщить мне о вашем состоянии. Не доводить себя до реанимации или больничной палаты можно средствами профилактики. И пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями решено выдавать лекарства. Евгения Кудяшева – одна из тех, кто попал в пилотный проект лекарственного страхования. Женщине не только подобрали подходящие препараты, но и будут выдавать их практически бесплатно. Она платит лишь 10% от стоимости. В семье, где сразу два сердечника и покупка дорогостоящих лекарств сильно била по карману, нововведению рады. Это очень хорошо придумали. Очень хорошо для нас было. Хорошо придумали в департаменте здравоохранения. Им проведены расчеты по наиболее значимой группе заболеваний – болезням системы кровообращения. Именно для этих пациентов и разработан проект лекарственного страхования. Расчетная стоимость программы для Слободского района – 20 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета. Мы очень надеемся, что эта программа позволит снизить количество острых сосудистых катастроф, уменьшить временную нетрудоспособность, то есть пребывание пациентов на больничном листе, уменьшить количество вызовов скорой медицинской помощи. Кроме того, при проведении аукциона на закупку лекарственных препаратов мы получили значительную экономию. И мы сейчас планируем включить в эту программу еще и жителей Белохолуницкого района. Схема проста. Врач включает пациентов в программу лекарственного страхования, он же назначает терапию, выписывает препарат и выдает бесплатный рецепт, по которому можно получить лекарства в любой аптеке. Сердечников даже будут учить, как правильно принимать препараты, питаться и, главное, следить за артериальным давлением и измерять его. В школе здоровья для них разработан специальный курс занятий. Каждому выдан индивидуальный дневник здоровья. Пока что проект пилотный и будет реализовываться только в Слободском районе, но если он докажет свою эффективность, то уже в ближайшее время положительный опыт распространят на другие районы области и, возможно, он будет повзаимствован другими регионами. Ведь в деле лекарственного страхования Кировская область пока что первая в России. Вергина Матевосян, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область. Много новшеств в 2013-м было и в сфере образования. В нашей постоянной рубрике «Школа реформ» мы рассказывали о новом успешном опыте кировских педагогов и не только. В сентябре в кировских школах стартовал пилотный проект по введению универсальной электронной карты для школьников. Одним из первых новшеств оценил наш корреспондент Андрей Дозорцев. Демонстрация возможностей электронной карты школьника начинается уже на входе в образовательное учреждение. Ученик третьего класса Рома с помощью нее преодолевает школьный турникет. Одновременно с этим на телефон мамы автоматически приходит СМС-сообщение «Я пришел в школу». Как только уроки закончились, ученик третьего класса выходит из школы, тут же сообщение получает от мамы, что ребенок вышел из школы, ждите дома. 42-я школа города Кирова первой среди образовательных учреждений опробовала в действии уникальный проект. Электронная карта школьника здесь не просто проездной в общественном транспорте. С помощью нее учащиеся могут обедать в столовой. Причем весь процесс контролируют педагоги. Все необходимые данные в компьютере учителя. Родители своевременно положили денежки на счет карты. И у каждого ребеночка, у которого стоит галочка, сегодня будет питание по карточке. Среди них есть питание малообеспеченных детей, то есть тех, кто по справке кушает. Сводная информация по классу прямо из кабинета отправляется в школьную столовую. По словам учителей, это удобно и облегчает работу. Причем система дает дополнительные возможности родителям школьников. Все данные хранятся в личном кабинете учащихся. С родителями общаетесь? Им нравится эта система? Родители устраивает, потому что они в курсе. Контроль всех их действий практически. И в личном кабинете они видят, что ребенок покушал сегодня. Теперь Рома может смело отправляться в столовую. Его комплексный обед стоит около 60 рублей. На кассе деньги не требуют, достаточно электронной карты. Причем в компьютере отображается фотография школьника. Чек прошел, мальчик у нас покушал. Кроме его никто по карточке не покушает. Все, приятного аппетита, и кушай. Самому Роме такие нововведения в школе понравились. Его даже не расстраивает, что теперь родители не дают ему наличные деньги на школьный обед. Лучше карточкой платить, это удобнее. Почему? Потому что деньги могут потеряться. С карточкой они не потеряются. Мы, во-первых, убираем от них вот эти вот реальные деньги, когда он может там или что-то там приобрести, не дай бог, что там ему пока еще рановато. А вот он его направлен на проезд, на питание, и мама это контролирует. В общем-то все просто, удобно. Пополнить карту можно через терминалы или в кассах некоторых банков. Есть возможность перевести деньги с помощью онлайн-кабинета, не выходя из дома. Опыт 42-й школы городской власти считает положительным. Он будет распространяться на остальные образовательные учреждения Кирова. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События года». Смотрите во второй части выпуска. Путь длиной в 55 лет. От первой кинопленки до цифрового ТВ. 2013-й в истории Кировского телевидения Игорь Тарковятка. Неизвестная вятка, археологические сенсации года и чудо, явленное в Амутнинске. Мироточение камня, привезенного от гроба Господня. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События года». Мы продолжаем обзор самых значимых моментов прошедшего 2013 года. В сентябре в Санкт-Петербурге на аллее мемориала «Невский пятачок» состоялось открытие памятного знака кировчанам, воинам Великой Отечественной войны. Плита от благодарных земляков была установлена в Кировском районе Ленинградской области. Именно здесь в годы войны шли ожесточенные бои за Ленинград. Все подробности в материале Андрея Дозорцева. Даже сегодня, спустя несколько десятков лет, в Кировском районе многое рассказывает о тех годах блокады Ленинграда. И пусть техника на площади уже превратилась в музейные экспонаты, каждый танк хранит историю войны. Они стояли здесь и раньше, на поступок к северной столице, когда немецкими войсками был опутан город, но не побежден. Все машины, они воевали за Ленинград. Эти экипажи здесь воевали и погибали. Эти машины, в основном, практически большинство, все были найдены в Неве или где-то засыпаны были. Эта территория была стратегически необходима для прорыва блокад Ленинграда. Несмотря на постоянные атаки, его удерживали советские войска. Неоднократно с него пытались прорваться к Ленинграду. Среди бойцов было много кировчан. Сто тысяч жителей Кировской области в Великую Отечественную войну сражались на подступах к Ленинграду. Тридцать пять тысяч из них погибли или пропали без вести. Это были ожесточенные бои. Каждый квадратный метр этой земли хранит останки до семнадцати бойцов и командиров Красной армии. Их тела до сих пор извлекают из земли. Около пятисот советских воинов было поднято поисковиками на Невском пятачке. По личным вещам и медальонам было опознано около тридцати солдат. Один из них – житель Иранского района Петр Яролев. Его родственники приняли решение захоронить останки солдата вместе с остальными защитниками Ленинграда. Сегодня Невский пятачок – мемориал, который посещают делегации из разных регионов. Приезжают потомки тех солдат, которые защищали Ленинград. Не случайно здесь и делегации Кировской области. Жители региона приехали почтить память земляков, возложить цветы и открыть памятный знак всем кировчанам, воевавших за плацдарм. Это действительно большое мероприятие признания тех героев, которые здесь, на Невском пятачке, оставили свои жизни, защитили Ленинград. Важно, что этот камень был установлен на народные пожертвования. При поддержке правительства области в регионе был создан оргкомитет по сбору средств. В итоге кировчанам удалось собрать необходимые 500 тысяч рублей. Плита воинам-кировчанам заняла свое место на аллее в память защитников Отечества. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Ленинградская область. И еще об истории. Летом 2013-го в Кирове случилась настоящая археологическая сенсация. На раскопках Хлыновского Кремля была обнаружена деревянная мостовая, которая не значится ни на одной известной историкам карте. На месте событий побывал Алексей Фоминых. За последние десятилетия это наиболее крупное открытие вятских археологов. Раскопки происходят на территории Хлыновского Кремля. И вот перед нами предстала древняя мостовая Хлынова. Здесь бревна расположены так, чтобы понастил пройти, не замочив ног, не испачкав обуви. Тогда наши предки тоже заботились о комфорте и уюте того места, где они проживали. Древность мостовой, 16-17 век позволяет предполагать, что возможно именно здесь мог ходить преподобный Трифон Вятский Чудотворец. Находки предметов быта и орудий труда рассказывают о том, чем занимались и как строили свои жилища обитатели Хлыновского Кремля. Достаточно плотная застройка свидетельства того, что земля в Хлыновском Кремле была очень дорогой. Пространство старались использовать с максимальной пользой. Это, конечно, для нас очень важное открытие, потому что даже планировка Вятского Кремля ранее была очень мало изучена. Тем более, что на всех планах, к которым мы обращались, в этом месте находится белое пятно, скажем так. То есть здесь не обозначены ни жилища, ни улицы. И поэтому можно сказать, что с находкой этой мостовой мы получили новую важную информацию и о планировке Вятского Кремля, и о том, что здесь раньше находилось, и узнали немного больше о ранних страницах истории нашего города. Внешне Роскоп очень напоминает известные на весь мир новгородские мостовые, где было найдено множество берестяных грамот. Сохранились они благодаря большой влажности и отсутствию доступа кислорода. Археологи отмечают, в случае с Хлыновской мостовой ситуация схожая. Вырытый вокруг Кремля оборонительный ров нарушил естественный дренаж почвы, и вода стала подступать к строениям. Чтобы не увязнуть в грязи, хлыновцы сооружали мостовые, крепкие и достаточно широкие. Но именно благодаря высокой влажности Хлыновская мостовая так хорошо сохранилась до наших дней. Уникальный, просто уникальный объект – это вот эта часть города, в котором мы сейчас с вами находимся. За последние 60 лет вот такой глобальной работы по раскопкам, по изучению археологического слоя именно центральной части города Кирова, города Вятки, Хлынова еще не производилась. Уникальная находка произошла вот в этой части города. Она ценна не только для города Кирова, но и для России в целом. И пусть коррективы в исторические карты археологи вносят пока с помощью ручки в полевых условиях. Скоро новые открытия кировчан станут достоянием научной общественности. В археологической лаборатории ВятГГУ уже идет обработка множества найденных здесь артефактов, которые вскоре и пополнят экспозицию Кировского областного краеведческого музея. Продолжая историческую тему, отметим, что 2013 год для нашей телекомпании прошел под знаком большого юбилея. 55 лет назад, 22 июля 1958 года, Кировская студия телевидения начала регулярное вещание на территории нашей области. Во время пробных передач техники и инженеры выполняли обязанности режиссеров, операторов звука, видео и даже дикторов. 21 мая 1958 года была введена в эфир первая местная телепередача – телевизионный журнал «Юные ленинцы». 1 мая 1962 года впервые состоялся прямой репортаж с праздничной демонстрацией. А в 79 году в Киров поступила новая цветная передвижная телевизионная станция. Ну а в июле 2013-го в нашу область пришло цифровое телевидение. Что, даем цифровое? 5 секунд. Вот появляются 10 каналов. Можно поаплодировать этому событию. Новые технологии постепенно приходят во все районы области. И сегодня мы предлагаем еще раз вспомнить, как проходил запуск нового стандарта эфирного вещания в Верхнекамском районе. Цифровое телевидение – это новый этап развития телевещания в России. Современная технология передачи изображения с наименьшими потерями и высоким качеством. Это достигается установкой и работой целой цепочки оборудования. Цифровой сигнал принимается со спутника и передается потребителям Верхнекамского района с высоты 250 метров. С самого верха этой телевизионной мачты. Многие дефекты просто убираются за счет другого принципа вещания. То есть исчезает двоение, исчезает помеха в виде снега, исчезают шумы. Качество будет намного выше. Включение в работу оборудования станции Кирс означает запуск цифрового телевидения на северо-востоке области. Сигнал передается в радиусе около 50 километров. Это позволяет охватить вещанием почти всю территорию Верхнекамья и некоторые населенные пункты близлежащих районов. Запуск цифры в регионе сопровождает информационная компания. В местном ДК жители могут узнать, как принимать цифровое телевидение. Для просмотра программ необходима дециметровая антенна. При этом обычного телевизора будет недостаточно. Его необходимо заменить на новый, поддерживающий стандарт DVB-T2 или купить специальную приставку. Их стоимость начинается от 1300 рублей. Настройку очень простая. Заходим в ручной поиск. Нажимаем 31 канал. Сразу же выставляется частота. 954 полоса частот 8 МГц. И уже можете наставить просто меню. Окей. И она сама все настроена. Цифровое телевидение приходит в регионы в рамках госпрограммы развития телерадиовещания в России. Она подразумевает уход от устаревшего аналогового эфирного вещания. Пока идет создание сети цифрового телевидения, два формата будут работать параллельно. Но в итоге аналог прекратит свое существование. Произойдет это не раньше 2016 года. Оно будет включаться не так, что по всей России одним марком. А вот оно по регионам, может быть даже по районам включаться. Там, где готовность населения к приему этого сигнала цифрового есть. Там, где уже приобретены приставки и соответствующие телевизоры. Но спешить с этим вопросом никто не намерен. Плюсы цифрового телевидения уже оценили некоторые жители Верхнекамского района. Надежда Поликарповна на пенсии. Каждый день по телевизору смотрят сериалы и развлекательные программы. В ее доме уже установлена приставка и качество картинки на высоком уровне. Больше, конечно, каналов. У меня три канала оказалось, четвертый только культура, и то не важно. А сейчас вот попереключали, вроде все ведь хорошо. Десять каналов. Все хорошо кажут. Теперь Надежда Поликарповна ждет следующего этапа развития в районе цифрового телевидения. Скоро к десяти каналам прибавится еще десять. А в 2014 году с запуском нового спутника у телезрителей появится возможность смотреть местные вставки в российских телеканалах. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Верхнекамский район. В 2013-м много знаковых событий произошло и в духовной жизни. Так, например, в Кирове впервые в истории побывал посол Ватикана. Внимание столь высокого гостя привлек проект «Вифлеем в Вятке», за развитием которого мы наблюдаем уже более трех лет и не раз рассказывали в нашей программе. В этом году приют для будущих мам, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, который основал католический священник Григорий Зволинский, наконец получил собственное помещение. Кировская городская дума передала приходу в безвозмездное пользование просторное помещение на Подгорный. Отметим, что за четыре года благодаря проекту от аборта удалось спасти 14 малышей. Город Амутнинск местные православные верующие сегодня называют Новым Иерусалимом. В ноябре 2013-го в Троицком храме замироточил камень, привезенный несколько лет назад из Израиля от гроба Господня. В Амутнинске побывала наш корреспондент Милана Поварницына. Весь город побывал поклонению от Матронушки Московской. То есть писали там, записочки ложили в ящик. И по окончании вечерней службы, в воскресенье, пошла протирать плащаницу и камешек. И следы обнаружила. Ну как следы-то увидела. А что такое? Я, конечно, ну просто по своей маловерию не поняла. Что это такое может быть? Женщина подумала, что это следы от губ прихожан и удалила пятно. На следующий день в храм спустилась помолиться певчая. И тоже обнаружила пятно на ковчеге с камнем от гроба Господня. Она сразу же сообщила об этом настоятелю. Кто-то говорит, что мироточение – это предвестие беды, кое-кто игнорирует, а служители храма увидели в этом великую благодать. Чудо настоящее. Для нас это очень большое чудо. Конечно, это очень. Очень большое чудо. Так же, как и люди, иконы плачут. В летописи пишут. Богородица на иконе плакала, а далеко за городом упал метеорит. И выжег лес на несколько верст. Правда, тогда не погиб ни один человек. В июне 1290 года впервые на Руси замироточила икона Божьей Матери – Благовещение. С тех пор уже более семистолетий на разных иконах появляются благоухающие капли влаги – мира. В случае, когда мироточат камни – исключительное явление. Это знак того, чтобы мы постарались по возможности смягчить свои зачастую ожесточенные сердца, дабы они соделались источником слез покаяния. И через это мы бы все возрадовались о самом главном чуде в истории всего человечества и христианства – это о чуде воскресения Христова. Именно через мироточение Господь всех нас снова и снова уверяет в этом. Особым знаком присутствия Бога, поистине чудом, стало и само появление камня от гроба Господня. Он был привезен по благословению владыки Даниила в 2006 году прихожанкой Валентиной. Она с дочерью совершила паломничество в Иерусалим. По милости Божией, когда они стояли в очередь к гробу Господню, сам камешек как бы пал перед их ногами. Увидев в этом промысел Божий, с мольбами подойдя к священнослужителю храму, с просьбой взять эту святынечку с собой, они с радостью направили свои стопы в Мутнинск, в Троицкий собор. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова некоторых паломников проводят в подземную пещеру, которая находится под гробом Господнем. Там они могут наблюдать благоухание и мироточение камней. Но с храмом Воскресения Господня, возведенном на месте, где был распят, а затем воскрес Господь, а Мутнинск связывает не только чудо мироточения, но и еще одна святыня – Кувуклия, которая означает «покой, царское почивание». На святой земле в Кувуклии происходит схождение благодатного огня. Это небольшая часовня, в которой заключен гроб Господень – величайшая христианская святыня. Кувуклия есть в Иерусалиме, в монастыре под Москвой и в Мутнинске, который можно назвать Третьим Иерусалимом. Кстати, Троицкий храм молодой. В ноябре отметил десятилетие со дня освящения главного престола. А место, где теперь находится Кувуклия, долго оставалось свободным. Ее устроили в соборе по инициативе отца Тихона, который тогда был его настоятелем. Приезжают кировские паломники или мимоходов, с карты были из Челябинска. И вот они тоже, когда спустились в гроб Господень, это вот действительно Кувуклию, ну, как они называют, тоже и гробом Господнем, они, конечно, были, выходят, и все такое, как у вас хорошо, так это благочестиво все. И вот здесь вот, даже по ним, когда приходишь сюда, и вот действительно здесь получаешь такое облегчение, вот это вот тоже вот как тут. Это небес не могут. Теперь у жителей Амутнинска появилась своя святыня, где паломники и прихожане могут стать еще чуть ближе к Богу. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин